Музейно-выставочная экспозиция Ленинградской атомной станции в здании Аскро располагается на четырех этажах. Мы находимся на первом этаже и впервые музей принял гостей 9 июня 2014 года. А первый этаж у нас как раз был приспособлен для проведения фотовыставок, временных, различных встреч. Здесь проводятся концерты, прием гостей, рассказ о нашей Ленинградской атомной станции. Холл встречает гостей первый. Экспозиция Ленинградской атомной станции рассказывает о истории предприятия. И одним из первых экспонатов были подарки, подаренные к юбилеям станции. Памятные сувениры. Один из них вы видите вот здесь. Такой замечательный медведь от первого банка был подарен в 1993 году. Ну а здесь мы еще предполагаем рассказывать о том, какие атомные станции строит Росэнергоатом за рубежом. Здесь можно увидеть и флажки, и большой глобус, показывающий местоположение этих станций на карте мира. Уникально собранная у нас коллекция фарфора стекла, так я ее называю. Сначала этой коллекции положил отдел внешних экономических связей Ленинградской атомной станции. На верхней полочке вы видите первые семь кружек этой коллекции, которые были подарены Ниной Леонидовной Масуновой, специалистом этого отдела, теперь ветераном Ленинградской атомной станции. Продолжила сбор коллекции вот эта большая композиция, которую мы выиграли в Управлении информации и общественных связей на конкурсе «Энергичные люди», который проходил в удобной. И тогда в игре «Что, где, когда» нам подарили кружки со всех атомных станций нашей страны. Ну и дальше стали постепенно складываться уже подарки, сувениры, которые постепенно пополняют нашу коллекцию. Представители Ленинградской атомной станции дарили памятные сувениры разных лет. Внизу коллекция посвящена городу Сосновый Бор. С правой стороны коллекция, связанная с нашей землей. Ведь до 1941 года Ленинградская, Псковская и Новгородская области были единым субъектом Российской Федерации. Об этом мало кто помнит. Поэтому мы рассказываем здесь о Псковской, Новгородской и Ленинградской земле. И, конечно же, городе Сосновый Бор. Ленинградская атомная станция входит в концерт «Росэнергоатом». И здесь, в нашей экспозиции на стенах холла «Оскро» мы можем видеть рассказ о всех атомных станциях нашей страны. Первые три атомных станции рассказывают о реакторах канального типа. Это Смоленская, Курская и Ленинградская атомные станции. Дальше идет рассказ о реакторах ВВР на атомных станциях нашей страны. Нововоронежской, Калининской, Кольской и Балаковской атомной станции. Самая северная атомная станция наша и самая дальняя на Чукотке расположенная Билибинская атомная станция имеет реакторы ЭГП. Они небольшие, но снабжают весь регион электроэнергией. На смену энергоблокам Билибинской атомной станции сейчас приходит плавучая атомная станция по ТЭС «Академик Ломонос». Ну и уникальная наша станция Белоярская и Ростовская. Ростовская это практически последняя новая, которая строит энергоблоки ВВР-1000. А Белоярская атомная станция уникальна тем, что она единственная в мире, которая эксплуатирует энергоблоки на быстрых нейтронах. Начиналось все с реакторов канального типа, блоки АМБ, атом мирный, большой, атом мирный, безопасный. Есть разные названия этим энергоблокам. Но сейчас мы первые в мире запустили реактор на быстрых нейтронах 600, мощностью 600 мегаватт. И реактор на быстрых нейтронах 800 мегаватт был запущен в 2015 году. Музей Ленинградской атомной станции располагается в холлах этажей здания «Скро». И здесь, в этом холле, небольшом, маленьком, вы видите экспозицию, посвященную Росэнергоатому, концерну, которая объединяет разные атомные станции по производству электрической энергии. На верхнем полке у нас собраны сувенирные продукции, экспонаты, связанные с блоками РБМК, реакторами большой мощности канальной. Это Ленинградская, Курская и Смоленская атомные станции. В средних полках представлены экспонаты первых атомных станций с блоками ВВР, Нововоронежская и Кольская атомные станции. Ну и внизу мы видим уже наши новые мощные атомные станции, которые производят электроэнергию на энергоблоках ВВР-1000. Самая нижняя полочка посвящена уникальной атомной станции, которая была построена в Санкт-Петербурге, работает в ПВЕКе. Замещает Блибинскую атомную станцию, это плавучая атомная станция ПАТЭС. Наш музейный экспонат провожал ее, голографический стол рассказывал, как работает плавучая атомная станция. Ну а сейчас мы рассказываем уже только на фотографиях, какой она была и как теперь включается в энергосистему нашей страны. Следующий музейный стенд посвящен Великой Отечественной войне. В годы Великой Отечественной войны наша территория, где сейчас располагается город Сосновый Гор, находилась на территории Орленбаумского плацдарма, не занятыми левскими фашистскими войсками. И этот уникальный экспонат Китиль Василий Михайлович Шарова, герой социалистического труда, который прошел всю войну, потом работал на предприятиях Министерства среднего машиностроения в Сибири, в Красноярске, потом приехал строить Ленинградскую атомную станцию, был подарен семейным трудовой династией Шаровых. Внизу вы видите музей-диораму Бойза, переправу боя на реке Воронка, сделанную работниками нашей станции и горожанами, которым не безразлична судьба. Ну и на самой нижней полочке уникальный музейный экспонат, подаренный ветеранам Ленинградской атомной станции в памяти его маме, настоящая медаль за оборону Ленинграда. В 1943 году она была вручена Бородиновой Марине Степановне за работу, когда она в годы войны, все годы войны Петропавловской крепости ремонтировала шинели для бойцов Ленинградского фронта. Ну и конечно же мы не можем не сказать о проектах Ленинградской атомной станции, связанных с Росатомом, и о проектах Росатома, которые проходят на территории присутствия Ленинградской атомной станции в городе Сосновый Бор. В прошлом году, в 2019 году, у нас впервые прошел такой масштабный проект «Международная рыбалка», когда в Копорской губе ловили рыбу представители разных атомных станций нашей страны и зарубежных станций мира. На среднюю полочку представлены предприятия, связанные с концерном госкорпорации Росатом, которые создавали атомный проект. Это и первые сибирские блоки, сибирский химический комбинат, красноярские блоки. Самый первый графит, у нас есть уникальный экспонат, с первой атомной станции, с первого реактора, с Курчатовского института. Еще один очень интересный проект, связанный с информационными центрами атомной отрасли и со школой Росатома. Ведь Росатом Корпорации знаний учить их надо с самого раннего детства. На нижней полке вы видите тоже очень интересный экспонат, сувенир, подаренный Екатеринским институтом конструкционных материалов, который создавал Ленинградскую атомную станцию и представил его в виде такого ловучего корабля. Наши энергоблоки, которые соединяют единый марш-зал, два реактора РБМК, со стороны моря, со стороны Копорской губы, выглядят действительно как большой белый корабль, пылущий в будущее. Головной энергоблок РБМК-1000. Обратите внимание на эту витрину. Здесь представлен уникальный экспонат, значок, посвященный концерну «Росэнергоатом», его юбилею 25-летию. Он был подарен директором Ленинградской атомной станции Владимиром Ивановичем Перегуды Андрею Владимировичу Воскресенскому. Этот моряк погиб год назад при аварии на атомной подводной станции, заглушив атомный реактор. И этот значок был вместе с ним. После того, как атомную подводную станцию подняли наверх, значок был передан семье, а уже из рук его жены Натальи Валерьевны Воскресенской он попал к нам в музейную выставочную экспозицию. Здесь же представлены уникальные экспонаты, связанные с историей комсомола Ленинградской атомной станции. Обратите внимание на вымпел, который находится внизу. Самое интересное, что там за надпись, как вы думаете? Оказывается, вымпелы дарили не только коллективам, бригадам, которые соревновались в социалистическом соревновании, но и соревнования проходила среди индивидуально соревнующихся. Вот этот вымпел как раз был подарен Аре Борисовне Матвеевой, и она сохранила его долгие годы. Каждый приходящий гость заходит к нам в конференц-зал. Здесь мы можем показать различные ролики, ну и, конечно же, представлены рассказы о наших директорах. Оксана Первой, директор Валентин Павлович Муравьев. Пути дороги первых, которые он прошел, связаны и с Уралом, с развитием атомного проекта, и с Сибирью. В год Великой Отечественной войны он трудился именно на уральских заводах, создавал легкий металл, алюминий для нашей оборонной промышленности. Потом был Красноярск-26, и потом уже строительство Ленинградской атомной станции. Удивительный человек. Именно его в первом были приняли на работу 17 ноября 1966 года. А второй директор, Николай Федорович Луконин, здесь как раз вы можете видеть в этой витрине все, что связано с ним на Ленинградской атомной станции, стал известен как первый министр атомной энергетики нашей страны, потому что именно Николай Федорович Луконин в 1986 году возглавил это министерство. Но и после аварии на Чернобыльской атомной станции сделать это было не так просто, и поэтому, наверное, он очень много думал над этим вопросом и обратился ко всем представителям атомных станций мира о создании такой системы контроля за безопасностью, за работой энергоблоков во всем мире. И благодаря ему была создана такая особая организация операторов атомных станций, то есть стран, которые производят электроэнергию на атомных станциях. И в 1989 году, 15 мая, была создана первая конференция, на которой эти страны встретились и создали такую замечательную организацию. До сих пор представители стран приезжают на разные атомные станции, контролируют процесс безопасности и выдают свои рекомендации. Мы можем гордиться тем, что мы одними из первых прошли такую проверку миссии ВАУ-АЭС без единого замечания. Это было вообще впервые за всю историю этой организации. Но здесь представлены подарки с разных атомных станций мира. Через Финский залив находится атомная станция Лависа. Туда тоже частые гости приезжали. И от них к нам на Ленинградскую атомную станцию и наши специалисты ездили, смотрели за уникальным хранилищем подземным в гранитах, в гранитных массивах на Лависе. Отдельная история связана с Украиной. Теперь это уже отдельное государство. Но кусочек канала реактора РБМК с Черновойской атомной станции, как сувенир, подаренный Ленинградской атомной станции к 30-летию, мы храним в нашей музейной выставочной экспозиции. Электроэнергию можно проводить на разных электростанциях. Здесь у нас представлены гидроэлектростанция Нарвская ГЭС, тепловая электростанция Правобережная ТЭЦ Санкт-Петербурга и, конечно же, атомная электростанция Ленинградская АЭС. Здесь, в этом зале, мы рассказываем о нашей земле и о городе Сосновый Бор. Поэтому, конечно же, представляются блоки Ленинградской атомной станции, которые почему-то всегда все первые вспоминают, что именно она построена в городе Сосновый Бор. Но на самом деле первым предприятием атомной отрасли в городе Сосновый Бор стал Ленцветскомпинат Радон. Здесь вы видите его значки в витрии. Позже, в 1962 году, строится нити имени Александрова, как филиал Курчатовского института. Тогда эта станция называлась ГИС, государственная испытательная станция. Именно в нити имени Александрова стали испытывать первые атомные подводные, реакторы для первых атомных подводных лодок на нашей земле. Вот так выглядит этот реактор в виде макета. И, конечно же, Анатолий Петрович Александров, без которого вы видите справа не случайно, теперь его имя носит научно-исследовательский и технологический институт. Потому что благодаря этому человеку был создан наш город, поселок Сосновый Бор первоначально. Именно было благодаря ему выбрано место для строительства энергоблоков РБМК-1000 и площадка для строительства нити имени Александрова. Ну а когда-то фасад нашей Ленинградской атомной станции укрепил вот такое панно, сделанное из такой настоящей мозаики. К сожалению, со временем оно стало осыпаться, и его пришлось заменить на другую картинку. Но он хранит нашу атомную станцию, сувенир, который сделан был руками детей, живущих в городах атомных станций. Вот этот, например, атоменок, которого зовут Куренок. А вот этот небольшой атоменок, новый, его сделали ребята на конкурс «Мы дети Атомграда», который проходил на нашей земле в 2015 году. Вторая витрина посвящена строителям нашей атомной станции и другим предприятиям города Сосновый Бор, города Атомграда. Потому что именно руками военных строителей, гражданских строителей, специалистами УКСа сохранены были благодаря им вот эти уникальные приборы. Кирка, настоящий, это одолит. И другие экспонаты, которые вы видите здесь в витринах. Отдельный научно-исследовательский институт, связанный со стеклом и работой со стеклом, шлифовкой стекла, сейчас называется уже научно-исследовательский институт оптико-электронных приборов, когда-то носил у него государственный оптический институт. И связывает историю нашей земли с историей развития, производства стекла на берегах реки Каваш, которая протекает как раз за зданием Акроп, Аскроп. Вы видите в нашей окошке именно эту реку. Река Каваш – это уникальная древняя артерия, которая является главной в городе Сосновый Бор, главной в нашем Атомграде. С древних времен на берегах реки Каваша жил народ Ижора, финонгорский народ. Вот такими приспособлениями мордами ловили рыбу, особую рыбу, миногу, которая в Каваше вольтилась достаточно много. В таких горшках специально варили еду, в таких лаптях ходили по земле, на таких корабликах ходили в море и добывали рыбу. Финское население здесь тоже представлено было с 17 века, и вот на таких лайбах, небольших судах под парусом, тоже вместе с Жорами ходило в море. Но, наверное, самый ценный экспонат – именно вот этот экспонат. Это кусочек настоящей критцы, железной болотной руды, которая добывалась как раз из кричной железы, добывалась из болотной руды и в окрестностях нашего города и реки Каваш. С древних времен этот промысел был представлен. Отсюда и название многих наших мест – Красная горка, Калищи, места, где раскаливали, получали эту руду. Но еще один интересный экспонат связан с территорией Ленинградской атомной станции. Когда-то там была финская деревня Долгова, а в конце 19 века был создан кирпичный завод, который делал вот такие уникальные кирпичи. У них особые клеи – ССКО или ССПО – Северно-стекольное общество или Северно-стекольное кирпичное общество. В конце 19 века это производство достигло больших успехов. Не случайно здесь у нас сувенир, связанный с Эйфиревой башней в Париже, потому что в 1900 году проходила выставка-ярмарка, где было представлено стекло Калищевского стекольного завода. Вот из такого нашего обыкновенного белого кварцевого стекольного песка делалось уникальное стекло. В частности, витринное, например, вот такое. А тогда, в 1900 году, сувенирная продукция и вообще продукция из Калищевского стекла заняла Гран-при. Поэтому мы об этом тоже рассказываем здесь, потому что в настоящее время пирс, который был построен в конце 19 века, и выглядел он вот так, например. Ходила маленькая провозик-уская колейка, которая возила специальную продукцию на Устинский пирс, причал. То сейчас мы выгружали на этом пирсе, переоборудовав ее для мощного оборудования, наше крупногабаритное оборудование для новых энергоблоков ВВР-1200. Самый первый экспонат нашей недели выставочной экспозиции – это вот этот кубок, подаренный Михаилом Павловичем Караском. Когда-то он работал на блоках ВВР-1000, сейчас работает в ПТО замещающих энергоблоков ВВР-1200. И поэтому, конечно же, вот этот весь интерактивный стол должен рассказывать всем, входящим в наш музей, о том, как развивалась вообще атомная энергетика. Поэтому значение атомной энергетики мы представляем здесь, на этом интерактивном столе. Можно подойти и узнать об источниках энергии, полистать, посмотреть, какие бывают атомные станции. Можно увидеть, как выглядит один грамм топлива уранового, из которого как раз делают урановые тепловыделяющие сборочки, которые потом погружаются в наш атомный реактор и работают на благо человечества, на мирный атом. Сосновый Гор – уникальный город, Атомград. Здесь работают предприятия атомной отрасли, предприятия строительных компаний различных, предприятия химической промышленности, топливной энергетики. И рассказывает об этом наш этот интерактивный стол. Нажимая на различные кнопочки, мы можем увидеть и достопримечательности города, увидеть объекты благотворительности, которые в городе созданы благодаря этим предприятиям. Посмотреть спортивные объекты, созданные на Сосновоборской земле для горожан. Но это рассказ о нашем городе, а все-таки о Ленинградской атомной станции и ее блогах. Рассказ продолжается на следующем этаже. Приглашаем вас туда. Мы пришли на четвертый этаж, холл здания «Оскро». Именно здесь располагается первый наш электронный экспонат, который мы назвали «Летопись Ленинградской атомной станции». В 2013 году, к 40-летию нашего предприятия, была создана печатная версия, а это уже ее электронный вариант. Здесь можно увидеть видео и посмотреть листа и различные портреты людей. И узнать, что в какую дату проходило в истории Ленинградской атомной станции. Кроме этого, интересный экспонат, связанный с нашими блоками РБНК-1000. Наш настоящий пятак реактора. На нем можно посидеть, сфотографироваться, узнать о строении наших энергоблоков РБНК-1000. Уникальный проект, головной энергоблок, был создан специалистами Министерства среднего машиностроения. В 1965 году, в 1967 году началось строительство на южном побережье Копольско-Бабуфинского залива. А уже в 1973 году блок стал работать, выдавать электроэнергию на благо Ленинградской области и всего Северо-Запада. Сейчас выпуск электроэнергии Ленинградской атомной станции всеми энергоблоками составляет примерно 50% всего энергопотребления жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В процентах к Северо-Западному это примерно 30%. Наш питак реактора действительно уникальный. Рассказывает о энергоблоках РБНК-1000. Здесь вы видите динамическую схему строения нашего энергоблока. У каждого нашего большого энергоблока существует реактор «Активная зона» 7 метров. Состоит он из каналов, которые располагаются внутри нашего большого реактора, большой, можно сказать, кастрюли. Этих каналов 2488 и только 1300. С небольшим из них рабочие технологические каналы, куда погружается тепловыделяющая сборка. Этот макет тепловыделяющей сборки вы можете увидеть вот здесь, на этом уникальном макете уплотненного хранения пеналов. После того, как вытаскивают уже отработавшую сборку, помещают в специальные бассейны вытяжки, а потом переводят с мокрого хранения на сухое. Вот здесь разрезают специалисты «Хая» пополам тепловыделяющую сборочку и пакуют специальные контейнеры. Здесь вы на схеме можете увидеть их, как они называются. Специальные транспортные упаковочные контейнеры везут в Сибирь, в Косноверс-26. Именно там из нашего отработавшего ядерного топлива получают мокрого топлива, смешанные уран-плотунные. Ну а как работают новые наши энергоблоки вместе с реакторами РБМК-1000 вы можете видеть на макете «Креберскому». Здесь представлена вся территория Ленинградской атомной станции. И, проходя с этим макетом по территории, вы можете смотреть, например, нажимать на такие специальные маркеры, и здесь появляется какая-либо информация. Здесь как раз мы открыли приказ о создании, о строительстве проектно-изыскательских работ по Ленинградской атомной станции. Наш первый и главный приказ, с которым мы ведем нашу историю Ленинградской атомной станции 30 марта 1966 года. Здесь также можно проиграть и квест дополнительный. Ребятам это интересно, это уже отдельная другая история. Не нельзя рассказать и об экспонатах уникальных, исторических, которые были подавлены как сувениры, например, макет-барабан сепаратора. Рядышком стоит с портфелем герой социалистического труда Марьяцева Гаврила Николаевича. Но самое интересное, что именно этот барабан сепаратора при помощи специальных крабов бригады Марьяцева подняла на высоту 20 метров. Обратите внимание, барабан сепаратора на схеме показан под цифрой 6. Кроме этого, у нас есть уникальный экспонат, который побывал на выставке достижений народного хозяйства. Это пульс подключения к низкочастотным. Сделали его специалисты электрического цеха и утепов Сергей Николаевич. Уникальные особые экспонаты – это наши графитовые блоки. Здесь вы можете прикоснуться к настоящему графитовому блоку нашего реактора, который был предназначен для реактора РБМК-1000. Расстояние в диаметре каждого нашего графитового блока 25 см. Высотой они бывают разные – от 50 до 70 см. И вот такие графитовые блоки насаживаются один на другой, на технологический канал. Именно они являются замедлителем нейтронного потока, именно они оберегают от радиационного излучения наших работников. Есть у нас еще один графитовый блок, настоящий, уникальный. Его нам подарили сибиряки с кафедры Томского государственного университета. Он был привезен выпускником Томского университета, специалистом этой кафедры. И подарен нам в музей. Обратите внимание, что они разные по толщине. Этот блок – с горнохимического комбината из города Северск. Там реакторы были предназначены для получения оружейного плутона. Вот такие маленькие капсулы, ампулы, можно их как угодно называть, специально погружались внутрь технологического канала. И именно в них нарабатывался из урана оружейный плутон, который потом использовался для нашей оборонной промышленности. Конечно же, здесь у нас есть раритеты, о которых мы не можем рассказать. Это уникальные весы, эталонные. Именно на них измерялся без всех гирек, которые потом раздавались подразделением Ленинградской атомной станции. Подарен он был нашим отделом метрологии Ленинградской атомной станции. Конструкторско-технологический отдел, куда без него деться. И первые чертежи были сделаны именно на таких кульманах. Первые кульманы сохранились, так же, как и чертежи и специалисты. А уже потом пришли и зарубежные. Например, вот этот кульман сделан в Германии. Конечно же, мы не можем рассказывать о воде. Вода необходима для любого реактора атомной станции. Она является теплоносителем. Но чтобы следить за ней, смотреть, нет ли в ней различных примесей, создан химический цех Ленинградской атомной станции. Именно специалисты химического цеха дадут анализы всех веществ, которые работают на Ленинградской атомной станции. Поэтому не случайно здесь Дмитрий Иванович Менделеев, его портрет, его основная периодическая система Менделеева в прошлом году отметила свой юбилей. Ну а мы здесь рассказываем и об уникальных элементах, о том, как обращаются с твердыми и жидкими радиоактивными отходами, и какой цикл все эти вещества проходят, при помощи каких ионнообменных смол и фильтры перлита очищается. Наша вода на атомной станции. Ну и мы с вами переходим в наше будущее. Будущее, посвященное новым энергоблокам Ленинградской атомной станции с реакторами ВВР-1200. Мы единственная станция в стране, где под одним руководством работают и блоки РБМК, и блоки ВВР. Чем отличается блок ВВР? Сразу мы видим макет нашей тепловыделяющей сборочки. В новых реакторах, замещающих энергоблоков ВВР-1200, сборка шестигранная. Если вы помните, в реакторе РБМК-1000 сборка круглая. Кроме этого, здесь у нас идет система охлаждения не через внешний водоем, а через специальные сооружения, градирни. Уникальные градирни наших новых энергоблоков немножко отличаются между собой, потому что у первого энергоблока их две градирни по 150 метров, а у второго всего одна высотой 170 метров. Но она является самой высокой градирни в Ленинградской области у таких объектов. Кроме этого, Ленинградская атомная станция имеет уникальную конструкцию нашего энергоблока. Здесь вы видите макет, который был сделан специально для выставки Атомэкспо-2016, проходивший в Москве, а потом пришел к нам музей. Именно здесь рассказывается о всей системе конструкционной нашего реактора. Он в центре показан. Внутрь загружаются 143 тепловыделяющих сборочки, 4 парогенератора, 4 главных циркуляционных насоса, которые работают в едином комплексе. И пар, который образуется в ходе работы нашего реактора при температуре 330 градусов, выходит на единственную уникальную турбину. В отличие от реактора РБМК, турбина на новых энергоблоках одна. Она тоже вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту, но делает это на одной оси. К ней подключен генератор и уникальная система, которая проводит ее электроэнергию, получаемую на атомной станции, в нашу систему Ленэнерго. Вместе с макетом реактора ВВР-1200 для выставки AtomExpo 2016 был сделан и уникальный блочный пульт управления нашим энергоблоком. Он работал для того, чтобы показывать гостям, которые пришли на эту выставку и собираются строить такие же новые энергоблоки, в систему управления этим реактором, все системы безопасности, которые здесь представлены. Ну а начиналось это строительство с уникальной таблички. Здесь вы ее тоже можете увидеть. 30 августа 2007 года был заложен камень на месте будущего строительства Ленинградской атомной станции. Вот этим ключом прикручивались замечательные болты. Мы его называем удивительным ключом карьерного роста. Это тоже отдельная история, связанная с нашими музейными экспонатами. На блочном пульте управления можно увидеть, как же работают системы безопасности. Здесь представлены три аварийных ситуации, где срабатывает автоматика в случае отключения того или иного объекта Ленинградской атомной станции, новых энергоблоков, замещающих. Ну вот, например, сейчас, нажав эту кнопку, мы отключили конденсаторный электронасос. Именно он способствует тому, чтобы вода перекачивалась и охлаждала наш реактор. За 2-3 секунды срабатывает автоматика, которая позволяет уменьшить мощность реактора, чтобы не было его перекрева, включить дополнительный электронасос, и вся система приводится автоматически в норму. Здесь, на центральных пультах, вы можете увидеть, какие системы в это время работают, как они приводят в нормальное естественное состояние, в режим стабилизации наш энергоблок. И в течение практически 3-5 минут уровень в АДФД-аораторе в специальном устройстве повышается, работа энергоблока стабилизируется, и продолжается работать в нормальном режиме атомной станции. Здесь у нас и игровая комната, поэтому вы можете увидеть и различные игры в слова, атомные слова, и строительство атомной станции, ребята могут посоревноваться, ну и построить самим из кубиков, сложить свой новый уникальный энергоблок. Завершая нашу экскурсию, хочется прежде всего сказать о безопасности энергоблоков. Всего сейчас в нашей стране, Россия работает на 10, теперь уже 11 атомных станциях, 4 основных типа энергоблоков. Это реакторы на быстрых нейтронах, реакторы канального типа, реакторы водоводяного типа. Строится типовое оптимизирование, которое мы представляем за рубежом. Но самое главное, что у них у всех уже будет уникальное устройство безопасности, так называемое устройство локализации расплава, которое было создано специалистами НТИ имени Александрова и испытано на территории нашего предприятия, Федерального государственного монетарного предприятия Российские радиоактивные отходы. Здесь у нас в основном ворот. Эта ловушка расплава была создана специально для новых энергоблоков и позволяет в случае запроектной аварии не дать возможности радиоактивному топливу попасть в окружающую среду. Устройство сделано особым образом на конус со специальным жертвенным материалом из оксида алюминия сделанного и оксида железа, которые взаимопоглощают тепло, выделяющееся при попадании сюда радиоактивного расплава. И, конечно же, здесь хочется сказать о всех четырех барьерах безопасности любой атомной электростанции, которую мы предлагаем на международный уровень. В первую очередь, это, конечно же, урановые таблеточки, которые погружены в специальную оболочку, сделанную из циркония. Дальше оболочка тепловыделяющих элементов, трубочек, в которых эти таблетки урановые собраны. Кроме этого, корпус реактора имеет двойную защитную оболочку и металлическую, и бетонную. И четвертый, это уже непосредственно защитный барьер, контаймент внешних защитных оболочек. Именно он позволяет сохранить при любой аварийной ситуации, внешних землетрясениях, падения самолета, ураганах, смертчах, смертчах, систему реактора нетронутой. Но есть дополнительные системы безопасности, система пассивного отвода водорода, устройство локализации расплава, сплинкерная система, которая позволяет полностью залить реактор водой. Как дождик, как душ сверху идет. Ну и, наверное, не случайно мы предлагаем наши атомные энергоблоки для строительства во всех странах мира. Вот здесь вы видите такой небольшой маленький земной шар, который мы держим в руках. И мы всегда говорим, что безопасность любой атомной станции, прежде всего, человек должен думать, как он работает с реактором. И предлагая на мировой рынок новые атомные энергоблоки, мы всегда в первую очередь беспокоимся о безопасности и готовим людей специально по этой системе особо. Завершая нашу экскурсию по музейно-выстречной экспозиции Ленинградской атомной станции, которая расположена в здании Аскру, хочется сказать, что у нас есть разные электронные экспонаты. Например, вот этот электронный стол. Он позволяет посмотреть работу не только нашей Ленинградской атомной станции, но и увидеть, как работают все атомные станции нашей страны, какую мощность они выдают, из чего состоит весь концерн «Росэнергоатом». Можно увидеть, зайдя на сайт концерна «Росэнергоатом». А также можно посмотреть радиационную обстановку в окрестностях Ленинградской атомной станции и всех 10 атомных станций нашей страны и узнать новости нашей госкорпорации «Росатом», которая делает все для того, чтобы мирный атом работал на благо человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова